уважаемые любители моих фотографических опытов сегодня мы начинаем целую серию небольших фильмов посвященных очень важность моей точки зрения проблеме это проблем проблема полтинник ну так называли в советские времена да и сейчас некоторые такие старые фотографы как я да и любители иногда их называют полтинниками полтинник это монетка так которая была на заставке которая как раз совпадает по названию сегодня у нас четыре объектива которые будут рассматривать с разных позиций но это объектив заслуженный деятель фотографии это fed начальная диафрагма 35 фокус понятно 50 это юпитер 8 светосилой 2 и индустар 61 52 миллиметра он чуть подлиннее но и светосилой 2 и 8 вот три объектива и вишенка на торте это планар кабояшевский то есть схемы у всех объективов немножко различаются потому что юпитер 8 кабояшевский планар они сделаны по несколько отличным схемам поскольку этот был создан рудольфу разработан для макросъемки а потом только превратился фотографический такой объектив это скорее развитие системы зонара но в нашем советском варианте посмотрим чем же они отличаются просто по обычной скучной зимней картинки вот перед вами лес вечер уже ничего не видно света мало но тем более интересно посмотреть как видите четыре картинки которые подписаны в нижнем правом углу они не бог весь как отличаются ну понятно что прадедушка объективов он более имеет кривое поле изображения но зато в центре он разрешает почти так же как планар здесь 40 142 пары линий на миллиметр а у него 38 все остальные похуже но зато на краях это отдельная история вот посмотрите на дуб который закормили так около магазина дарвин что он даже в феврале листья не потерял вот он снят фэдом вот он снят соответственно планаром посмотрите разницу да конечно разница невелика даже можно сказать что в некоторых случаях примитивненький старый фэд дает тональность поинтереснее однако рядом стоит дерево и там значит магазин соответствующий пеликан вот можно видеть что происходит на большем пространстве то есть не вблизи то знаете как некоторые такие заросшие диким волосом тестировщики которые основным занятий которых пересказ инструкции по рекламе фотокамер они там снимают в упор газетку еще чем таком роде здесь нужно что пациенте объективов нужно пространство вот посмотрите в серединке похожие картинки на планар но сам центр тоже не очень работает то есть мутит немножко а уж на краях делал совсем дрянь конечно планар намного превосходит фэд но зайдем в помещение магазина цветочного сейчас там полно орхидей они цветные красивые до безумия вот они сняты объективом планары 2 две картинки рядом вот вы видите разницу да конечно по краям фэд работает похуже но по цвету в различий мягко говоря немного другое дело если мы перейдем к приятностям посмотрим на кактусы вот общая картинка витрины с кактусами а вот две сопоставления фэд и планар обратите внимание фэдовская картинка пока будто подернула такой-то вуаль такой мутноватый дело в том что я схитрила стал так чтобы солнце попадало в объектив и если планар держит такое солнце то фэд совсем он его ловит и заводит куда надо то есть он очень чувствительно поразительному свету делайте выводы а вот мир и сравним между ними ну конечно как я вам говорил здесь разрешение по центру очень похоже а по краям конечно различается и хроматические аберрации сняты у планара к бояшевского намного лучше таким образом в этом конечно побеждает планар но у фэда есть тоже свои прелести они художественного сорта посмотрим еще два объектива индустар 61 и юпитер 8 вот москва три кадра очень контрастного солнца редкого лета зимой это не лето когда там все хорошо подсвечено есть на высоких контрастах конечно видно что индустар и юпитер они почти одинаковы по разрешению кстати говоря около 30 там чуть больше 30 пар линий на миллиметр но есть тонкость дело в том что юпитер благодаря своей светосили лучше передает детали и лучше прорабатывает тени при наличии яркого солнца в части кадра это огромное преимущество именно поэтому за этими объективами так носились советские фотолюбители светосила это раз по уж пленка была ну скажем так неважненькая а во-вторых еще и вот такая приятная проработка теней к при сохранении яркостного контраста светах ну понятно что если сравнить мир и то мы должны получить по идее такую же картину но нет юпитер здесь проигрывает индустару и диафрагма начальная 28 сделано не просто так статью и все три этих объектива это четверто они просветленные то есть покрыты имеют покрытие специфическое вот и цвет у индустара 61 получше чем у юпитера но и вот теперь четыре картинки которые показывают что с мирами происходит у всех четырех объективов вот видно что конечно планар имеет самую хорошую хроматическую операцию скорректированную корректировка в смысле самую худшую имеет это юпитер и естественно fat но и разрешение получше здесь то есть объективы как бы более-менее равного разрешения более-менее одинаково дают работают на современных цифровых камерах и с небольшим разрешением если вам не требуется каких-то супер качественных больших фотообоев делать они вполне подходят ну и напоследок посмотрите на съемку против солнца это обычная дорога под москвой солнце через облака светит в объектив и все три объектива в общем имеется виду советских и 4 планар цейсовский сделаны у кубаяши они справились с картинкой то есть солнце перед на примерно одинаково контраст соблюдены естественно на таких пространствах светлых хорошо видно что все четыре объектива немножко заваливают края то есть что заваливается имеется ввиду имеется ввиду что освещенность по краям падает до схемы старинные ничего не сделаешь они не так требовательно исполнялись как в настоящее время но самые большие конечно изменения по углам это у нашего дряка любимого феда который сделан совсем уж просто то есть это так называемый наследник эльмара лейцевского самого раннего о котором я с вами буду говорить несколько позднее когда до истории появления полтинников мы с вами доберемся но так можно что сказать что ну очень приличные все объективы если вам не требуется большого разрешения если вам хочется получить художественное изображение с кривизной по краям то для ваших для по вашему желанию надо навинчивать в это несмотря на диафрагму 35 он по углам особенно открытый диафрагме кривит сильно диафрагмирование ему почти не помогает этого увидели на мирах то что там становится получше получше становится и у феда юпитера но и питера меньшего индустара 61 становится получше цветопередачи то есть падают хроматические аберрации но не сильно то есть да по цвету получается чуть лучше но не более того с разрешением ничего не происходит только с глубиной резкости так что практически все четыре объектива пригодны для художественной работы а для технически конечно лучше планах ну и для портретной съемки конечно юпитер дает преимущество даже по сравнению с почему потому что на диафрагме 5 и 6 он начинает очень специфически себя виде и вести на мира где там есть косые штрихи вот они начинают размываться что при портретной фотографии дает придает физиномордием такое очень приятная приятную гладкость и даже иногда отчасти скрывает мелкие прыщики поэтому уважаемые слушатели кому нравится возиться с таким антиквариатом кто любит советскую оптику иногда по непонятному не причину но тем не менее всякое в жизни бывает то поставив такой объектив любой из перечисленных на камеру с разрешением до 25 мегапиксел вполне достаточно вы получите очень приличную картинку для художественности объектив попроще для портрета юпитер для ландшафта индустар 61 но в качестве универсального можно поманулить и кабаяшевское изделие выбирайте сами я попробовал на разных камерах в том числе с высоким разрешением они конечно матрицы с высоким разрешением не тянут но вполне до 25 мегапикселей у вас приличный инструмент на этом уважаемые слушатели до свидания и 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